Одним из главных вопросов повестки дня на заседании районной антитеррористической комиссии стало обсуждение мер для обеспечения безопасности населения. Руководителям управляющих компаний было поручено ежедневно проверять подвалы и чердачные помещения. Уверен, что у них отложился в голове алгоритм действий на квартирном доме, вообще по обстановке, которая возникает. Еще, конечно же, мы должны собрать обязательно в актуном зале всех председательных квартирных домов до Нового года, с ними, соответственно, привлекая сотрудников прокуратуры, сотрудников ОВД провести необходимый инструктаж по их антитеррористической осторожности. Одной из главных задач, которую поставил перед членами комиссии Алексей Ивалов, стало привлечение жителей к охране общественного порядка. Причем речь идет о людях всех возрастов. У нас самые пытливые – это дети. Необходимо и в управлении образования, во всех школах провести уроки антитеррористической осторожности, желательно, конечно, старшекласса, где понимание есть того, что дети нам могут помочь. Просьба проявить бдительность, делать все возможное, чтобы ни один случай, вызывающий вопрос и обеспокоенность, не прошел мимо правоохранительных органов, прозвучала по отношению ко всем гражданам района. Если вдруг кто-то найдет такую информацию, доложит, по любому направлению, все угадается там, терроризм, наркотиков, еще все остальное, конечно, будем таких поощрять, награждать и вручать им денежные премии, как мы обычно делаем. Дополнительный инструктаж проведут и с сотрудниками транспортных компаний. Был поднят вопрос и о противопожарной безопасности на мероприятиях. Сотрудники Государственного пожарного надзора проведут проверку электрогирлянд, которые будут использоваться на новогодних торжествах. Речь шла и о безопасном запуске фейерверков. Предупредить людей, рядом стоящих, чтобы они были внимательны, выбрать площадку, тем более в соответствии с постановлением главы района, по городскому поселению будет порядка семи площадок. В каждом поселении несколько площадок уже есть и сформированы для безопасного запуска. Начиная с последней предновогодней недели, все экстренные службы Щелковского района переходят на усиленный режим работы. Мы своим миром запонимаем друг друга, не допустим на территории района проявления каких-то экстремистских вылазок, экстремистских воззваний, экстремистских действий, приводящих потом к террористическим действиям. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.